Всем привет! Посылочка Китай Алиэкспресс. Оценена в 5 баксов. Примерно такая же и стоимость посылки. 0,18 килограмма. Значит жду я фонарь. Заказал светодиодный фонарь очередной. Один фонарь я уже заказывал, делал тест на своем канале. Переходите по ссылке. Смотрите фонарь налобный был. Да есть он сейчас. Нормально я им пользуюсь. Очень хорошо в ремонте автомобиля помогает. А это заказал обычный фонарь. Ручной или как он. Самый популярный, что есть на Алиэкспрессе выбрал. Самый покупаемый. Там что-то 35 тысяч заказов. Отзывы разные, понятно о нем. Поэтому взял сам на пробу. Недорого он стоит. В комплектации нету аккумулятора, питания нету. Просто один фонарь. А, нет, что-то. А, и переходник для аккумуляторов. Для аккумуляторов 18650. Поэтому, наверное, у него и такая небольшая цена. Так, ну фонарь такой, ну как бы презентабельно выглядит, скажу я вам. В общем-то, ничего удивительного. Много таких фонарей в Китае. И многие ими уже пользуются. Но, так, с так называемым зумом фонарь. Приближением. Регулировкой дальности света, как хотите называйте. Самое главное, что, как заявлено, фонарь на светодиоде КРИ-XML-T6. Тот самый мощный светодиод, который мощно и классно светит. Все это проверим, посмотрим. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, переходничок для батареек по типу 3А. Можно пользоваться или же батарейками, или же аккумулятором 18650. Уплотнительная резиночка. Кнопка. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Сейчас я найду аккумулятор, протестируем. Ну, а так, вот такой вот приличный фонарь. Давайте посмотрим на светодиод. Так, линза идет вместе. Нету тут никакой прокладочки, в общем-то. То есть, в воду с ним понятно, что нырять нежелательно. Вот сам этот светодиод КРИ-XML-T6. Популярный, который мощный. Данный экземпляр под своим весом, в общем-то, вот эта регулировка, настройка не опускается. Многие отзывы пишут, что очень свободно ходит это все. Ну, дело там обстоит в тех резиночках, уплотнительных колечках, в общем-то. Которые отвечают за вот эту вот плотность хода головы вот самого фонаря. Регулировки вот этого вот так называемого зума. Ну, у меня не такая она плотная, но и не слабая. То есть, самый оптимальный, я считаю, нормальный вариант. Также в комплекте шнурочек идет. Ну, тоже, в общем-то, удобно. Так, аккумуляторы для пробы возьму из вот этого своего фонаря. Человеческие аккумуляторы, ну, то есть, с адекватными характеристиками идут сейчас из Китая. Это те, которые были в комплекте с этим фонарем. Тоже придет устройство зарядное, которым можно будет тестировать эти аккумуляторы. Тоже я вам покажу его. И протестируем различные аккумуляторы. Так, вроде бы как заряжено это все дело. Теперь мы посмотрим всю эту работу. Так, и огонь. Ну, свет мощнейший. Свет мощнецкий. Даже днем. В хорошо освещенной комнате. Цвет просто супер. Так, по именно цвету. Цвет белый. Никакой синевы, никакой голубизны нету. Цвет дневного такого белого оттенка. Ну, и как всегда, в фонариках имеются несколько режимов работы фонаря. Самый мощный, я так понимаю, первый. Стробоскоп. Режим SOS. Да, вот так как-то. Самый мощный. Наверное, следующий режим чуть слабее. Еще слабее. Стробоскоп. И вот режим SOS. Давайте теперь замерим мощностные характеристики КРИ-Т6 светодиода в разных режимах работы. Но в основном меня интересует только максимальный режим работы. Ну, соответственно, тестер будет показывать разные режимы работы в разных режимах. Для этого нам нужно сейчас замерить сразу напряжение аккумулятора. 3,79 Вольта. Переводим тестер для измерения силы тока. И замеряем силу тока фонарика. Так. На каком режиме он сейчас стоит? Это максимальный. 0,66 А. Так, еще раз посмотрим. Так. Это следующий режим. 0,33 А. То есть в полмощности. Так. Еще. Есть один режим. 0,17 А. Режим стробоскоп. 0,36 А. Режим, так называемый, СОС. Ну, соответственно. И еще раз. Максимальный режим. 0,66 А. Берем калькулятор. Умножаем. 3,7 Вольта, грубо говоря. Умножить на 0,66 А. И получаем мощность. Так, давайте. Точнее. 3,79 Вольта. Умножаем на 0,66 А. И получаем мощность 2,5 Вт. Ну, и судя по всему, судя по этим характеристикам, у нас реально здесь установлен светодиод КРИ-XML-Т6. Давайте глянем ближе на него. Со временем, в общем-то, можно провести даже апгрейд этому фонарю. Приобрести отдельно, вот он, сам этот светодиод. Вот его подложка. И там дальше у нас находится драйвер. Внутри. Можно провести апгрейд. Отдельно продаются светодиоды с подложками. Такие же по размеру. Купить XML-2-Т6. Он помощнее будет. И припаять в этот фонарик. На данный момент меня вполне устраивает свет, испускаемый этим фонарем. Классный, мощный свет. Дальше будет видно. Руки зачешутся. Сделаем апгрейд. Все покажу вам. Значит, как заявлено, 3,800 люменов. Думаю, их нету. Также заявлено, светодиод мощностью 10 Вт. Тоже их нету. Поэтому на характеристики можно не смотреть. А вот я вам показал реально, как светит. И какие характеристики имеет этот фонарь. Цена вполне доступна. Вполне приемлема. Около 5 долларов. Поэтому переходите по ссылке. Оставляю ссылку в описании к видео и в комментариях. И приобретайте данный фонарь. Очень удобен. И вообще классный. Мне нравится. Еще удобно то, что фонарь имеет блок под батарейки. То есть, кто не заядлый рыбак-охотник. И дабы не использовать дорогие аккумуляторы. Хорошие аккумуляторы стоят приличных денег. Это все так. Временно. Можно использовать аккумуляторы. То есть, можно использовать батареечки по типу 3А. И пользоваться фонарем. Тест фонаря на улице я делать не буду. Потому как видеокамера все равно не передаст того, именно того, что видят глаза. Ребята, все-таки не удержался. Вышел ночью посмотреть сам, какой луч исходит от этого фонаря. И офигел просто. Посмотрите, хоть и не полная темнота. Фонари светят. Посмотрите, просто какой это мощный луч какой. Я просто офигел. Посмотрите. Это просто что-то с чем-то. Я не знаю. Просто супер мощный фонарь. Туман прорезает. Смотрите. Ну а рядом, если стоишь, то вообще как днем. Скажу вам одно. Фонарь светит очень ярко. Фонарь светит в положении широкого света очень широко. В положении дальнего далеко светит. Примерно на расстоянии около 200 метров. Около 200 метров видно, заметно можно рассмотреть предметы. Как заявлено в характеристиках от 200 до 500 метров. Ну там уже преувеличено, конечно. Но на 200 метров фонарь реально классно светит. Поэтому на сегодня все. Переходите по ссылке. Приобретайте данные фонари. Всем удачи и до следующих видео. Продолжение следует.